доброго времени суток дорогие друзья с вами алексей мы продолжаем развивать наш город и за кадром я попытался немножечко решить проблемы транспорта в частности вот видите какие у нас пробки иногда возникают но сейчас уже здесь не так сильно загромождено как было потому что я построил вот такую вот дорогу во первых наш нефтяной райончик соединил таким вот небольшим участком кстати давайте его наверное сделаем приоритетным так трафик нет вот здесь вот так и вот эту дорогу сделаем приоритетной раз далее приоритетная сделал естественно вот эту свою развязочку вот такая вот надземная у нас дорога получилось теперь все практически все лесовозы и рудовозы и нефтевозы те которые возят у нас продукцию с нашего рудника в порты на вокзал короче говоря все они вот смотрите вот руду повез что он повез неважно что повез короче рудовоз повез руду это тоже значит с рудника и все они прямиком прямиком без всяких перекрестков прибывают на наш грузовой терминал здесь тоже он аврал случается в частности он народа сколько ходит электрички он как какими толпами народ прибывает убывает разгрузились автобус на остановке тем самым автобусы ходят полупустые все он в метро ломятся но это и это и к лучшему можно сказать давайте-ка вот ради интереса просто возьмем допустим вот этот самосвал и от первого лица вместе с ним прокатимся по этому мосту я думаю будет довольно таки интересно смотрите какие особенности даже учли разработчики когда лесовоз у нас едет пустой он заднюю ось подымает все как в реальной жизни прям до жалко вот в таком режиме нельзя по сторонам посмотреть но я думаю все равно вот будет интересно вот так вот проехать так ладно короче говоря вот такой вот мост получился затратно конечно это было но у нас слушайте у нас уже больше миллиона денег нормально нормально ну вот здесь вот кусочек дороги этот расширил тоже вместо двухполосной четырехполосную поставил можно было и шести но что-то вот решил четыре полосы решил что хватит все работает все разбивается достиг третьего уровня наш луговой заказник здесь вот открылись беседки я он беседок наставил люди ходят отдыхают и начал он да хотел сказать начал приносить прибыль уже в минус опять работает ночью ночью прибыль была ну периодически значит чего не скажешь о зоопарке зоопарк пока что работает в убыток причем убыток конкретный но он также достиг четвертого уровня и давайте мы здесь поставим открылись у нас значит вольер с жирафами давайте мы его попытаемся воткнуть так место занято наверное он хочет чтобы я вот эту дорожку снес так да только что так как-то он криво криво становится давайте вот так сделаем вот так и и парковая дорожка где вот она с украшениями со всеми причиндалами так раз только не говори что короткое расстояние нет все в порядке вроде как вроде как все в порядке давайте посмотрим да 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 вот смотрите сколько их сразу появилось вот и красота как пожар будет будет много знатного шашлыка хе 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 хе... хе 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 и... вольер вольер с чем-то еще там появился Давайте посмотрим. Пу-пу-пу-пу-пум. Так, это вольер с жирафами. Это мы поставили. Вольер со слонами тоже есть. Вольер с обезьянами, вот. С мартышками, с макаками. Вот здесь давайте его воткнем. Место свободное вроде. О! Настоящий дворец. Эзер Кэмпбелл говорит. Вот так вот. Поближе к городскому массиву, чтобы люди по утрам от обезьяньего крика просыпались. А вон. Смотрите, шимпанидзи лазают. Ух, урожа у тебя, Шарапов. Да, и народу, говорит, что поесть, сам найдет он, где присесть. Это стукачок такой, да? Так, хорошо. С этим разобрались вроде бы. Теперь в этой серии я хотел бы организовать почту. Почему? Потому что город большой, а вот почтовых служб, как вы видите, нету совершенно. Мне вот интересно, почему вольер с оленями зелененьким отображается. Здесь у нас почтовые олени, что ли, обитают? Интересно. Ладно. У нас есть, значит, почтовое отделение и есть почтовый сортировочный центр. Сортировочный центр я предлагаю поставить один около порта, а другой около нашего вокзала. Я думаю, это будет правильным. Место уже занято. Чем же оно занято, интересно? Елкало-палкало. Или тебя не устраивает то, что дорога непрямая? Так. Вот здесь нормально становится. Недалеко от мусорки. Ну, я думаю... Я думаю, место, в принципе, подходящее. Недалеко от порта. Хотя... Может быть, вот здесь вот сделать. Вот эта дорога у нас более загружена, а вот эта нет. Поэтому... Здесь мы, наверное, сделаем небольшое ответвление. Вот такое вот. С деревьями. Хотя... Не двухполосную. Все-таки четырехполосную я, наверное... Четырехполосную организую. Так. Вот таким макаром как-нибудь. Так. И здесь мы поставим с вами почтовый сортировочный центр. Вот тут он будет располагаться. Так. Есть. Вода, электричество. Электричеством запитался. Водой... Ну, практически. Практически... Практически запитан. Вот так давайте соединим. Пойдет. Пойдет. Заработал. Нормальная эксплуатация, несортированная почта. Ну, это сортировочный центр. Нам нужно еще отделений добавить. Но для начала около вокзала такую же службу организуем. Где-нибудь... Где-нибудь подальше от вот этой основной толкотни. Хотя можно и вот здесь сделать. Почему нет? Почему, в общем-то, и нет. Вот так вот его поставить. Так. С водой должно быть все в порядке. С электричеством вроде как тоже. Ну, и почтовое отделение. Поставим по городу, конечно же. Так. Где у нас районы, кварталы, жилые массивы? Так, вот здесь давайте организуем. Где-нибудь на углу. Или прям вот... Прям внутри можно. Почему нет? Давайте ставим здесь. Дальше. Вот этому району. Добавим почты. Вот под мостом оно неплохо становится, да? Оп. Вот этому району обязательно нужна почта. Так. Нету нигде так, чтобы снеслось только одно здание. Вот. Вроде бы одно, да? Сносится. Оп. На углу. Далее вот сюда обязательно втыкаем. Так. Здесь у нас тоже нету. Тоже надо поставить. Где-нибудь рядышком с объектом развлечений. Так. Вот. Только одно здание убирается, да? Вот здесь. Ну, и в отдаленных местах. Где-нибудь вот тут я бы его расположил, например. Место все равно пустует. Вот так. Ну, и давайте смотреть, что у нас в итоге получится. Вроде как покрытие неплохое стало. В нефтяных районах тоже, наверное, нужно поставить. Мало ли там какую корреспонденцию будут отсылать предприятия. Ну, вот тут давайте организуем. И в рудной промышленности тоже хотелось бы видеть. Вот здесь такое место. Все равно ничего здесь больше не поставишь. Вот так. Вроде как вот этот промышленный район. Я еще забыл совсем про него. Так, сюда не влезет? Вместо вот этого здания можно приспособить, да? Тоже рядом с парком. Вот так. Вроде как все. О, смотрите, голубеть начали потихонечку. Почта пошла. Почта пошла работать. Терминалы, они же не являются почтовыми отделениями. Поэтому можно отделение, в принципе, поставить прямо вот здесь, рядышком. Вдруг вот эти коммерсанты захотят тоже что-то отправить, получить. Ну, и вот здесь можно сразу же почтовое отделение вот через дорогу, к примеру, сделать. О! Все. Потихонечку, потихонечку, я думаю, охватит весь район. Наши почтовые службы. Так, хорошо. И чем я хотел бы озаботиться еще в этой серии, это дирижабли. Давно я уже на них посматриваю. Аэропорты нам, к сожалению, пока недоступны. Нам нужно достичь населения в 75 тысяч. А вот депо дирижаблей можно поставить. Давайте посмотрим. Так, направляются на все маршруты, автоматически отправляют транспортные средства. Депо не работает в качестве остановок, но должны быть присоединены к путям. Давайте установим такое депо. Так, куда бы его только поставить? Начните с выбора места. Его не нужно соединять с маршрутами. Вот это важно, что его не нужно, оказывается, соединять. Хорошо. Давайте вот здесь вот местность такая открытая. Вот здесь поставим депо дирижаблей. Или где-нибудь за городом, вот здесь. Так, давайте здесь пускай стоит. Есть. И теперь сделаем остановки дирижаблей. Так, остановка дирижаблей у нас, значит, будет... Может, рядом с метро, нет? Можно и рядом с метро, почему нет? Почта и тут же... Давайте вот здесь поставим. Далее поставим... Вот здесь, в этом районе. Пускай тут у нас приземляются, да? Так, стройте, соединяйте их маршрутом. Хорошо. То есть рядом с парком. Вот. По этим... По... По-по-по-по... По достопримечательностям проведем всех наших будущих пассажиров. Так вот здесь неплохо встанет тоже. Тоже рядом и парк, и эти. И остановка автобусная. Давайте здесь поставим. Так. Обязательно поставим где-нибудь около порта. Так, вот тут вот становится, да? Остановка, в общем-то, недалеко. Так, там у нас коммерческое здание тогда снесется. А что здесь за зона вообще? А, здесь у нас чуть-чуть коммерции было, да? Так, ну вот рядом с почтой, в общем-то, было бы неплохо вот поставить это. Депо дирижаблей. А сюда оно никак не стыкуется, да? Ладно, давайте ставить здесь. Коммерция снесется, конечно, но мы коммерческую зону эту продлим вот сюда. Так. Вот. И здесь добавим коммерции. Тем более коммерция у нас вроде как востребована. Вот здесь можно вот эти все места позанимать коммерцией. Здесь пусть у нас коммерция будет. Так. Ну и хватит пока. Далее. Требуются у нас промышленные и деловые зоны. Давайте организуем деловую зону. Я вот думаю, может быть, вот на этом кольце прям ее сделать. Эту самую деловую зону. Не будет ли это потом проблемой? Так. А здесь у нас светофора вроде нету, но пробки все равно возникают. Вот почему они все выстраиваются в один ряд, елки-палки? Вот поехал же прямо, ну и езжай ты по правому ряду, ну как вот как вот бороться с ними? Ладно. Деловая зона. Можем, в принципе, поставить вот здесь под мостом, почему и нет. почему бы, и нет. Здесь. Здесь. Так. Ну и вот этот кусочек тоже захватим. вот так вот. Так. Лесоматериалы Glade достиг уровня 5. Значит, доступный целлюлозный завод, домостроительный комбинат и большая плантация деревьев. Красота. Ну, промышленностью мы, наверное, позанимаемся немножечко в другой раз. Так, а пока что продолжим с дирижаблями. значит, станция дирижабля имеется здесь, дальше имеется здесь, здесь и на вокзале на нашем. Так, вот тут бы я еще организовал где-нибудь. Тут вот тоже у нас достопримечательность такая хорошая есть. Давайте тут поставим прямо напротив, да? Вот здесь. Так, дальше около около стадиона можно сделать. Почему нет? Вот место все равно пустует. Так, ну и давайте задавать маршруты. Пути дирижаблей. Значит, вот это у нас депо. Давайте вот отсюда. у нас дирижабль отправится вот сюда. Место уже занято. Чем? Что-то я не понял. Что, нельзя пересекать здание? Серьезно? Или прям прям они так низко летают? Что-ли? Так, ну вот так, например. Дальше. или отсюда же можно? Я что-то не пойму. Так, мы давайте отправим вот сюда. Слишком короткое расстояние. А, я понял. Здесь прямую нужно сделать вот так. Дальше мы отправим его вот сюда. закольцовывать надо или нет? Я вот не пойму. Или здесь уже маршрут полностью указан? Ладно, посмотрим. Посмотрим. Так, второй маршрут я бы отправил вот допустим отсюда. Вот сюда. Так, дальше. Где у нас еще? также, наверное, стадион бы охватил. Место уже занято, говорит. вот так. нет? уже нет. Что же такое? па 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 па-па-пу-пу-пу. Тоже нельзя? вот отсюда можно пересекаться тоже они не могут но елки-палки так а могу я существующие перине переместить блин не стыковочка что-то получается с этим маршрутом а вот так нормально нормально ну давайте посмотрим как это все у нас будет работать нет так насчет электричества здесь порядок здесь порядок здесь запитана вроде как на вроде везде все норм вода так это чего у нас без воды тут вроде с водой а это одно здание вроде как его цепляет да и здесь вроде норм ладно смотрим используется дирижаблей ноль так я что-то неправильно сделал наверное да маршрутом необходимы пути для попадания техники в депо все я понял надо депо соединить с этими маршрутами и все будет нормально как мне кажется а это пути мы сделали а теперь нужно еще и маршруты дирижаблей обозначить так ну отсюда пускай вот так вот так получается вот пойдет все дальше маршруты поехали значит первый маршрут у нас идет отсюда дальше вот сюда так потом я сделал чтобы он вот сюда шел ага вот здесь воды не хватает и и на стадион так дальше опять сюда опять вот сюда опять вот сюда и закольцовываем так есть следующий маршрут следующий маршрут значит пойдет значит пойдет вот отсюда опять таки сюда так дальше он идет у нас вот сюда подождите создать новый маршрут давайте отсюда сделаем так проще будет я не совсем разобрался еще в механике как это все здесь происходит так раз два два три четыре пять и назад сюда 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 так так далее вот сюда и закольцовываем маршрут вот так вроде как должно быть все в порядке так водой обеспечим сейчас вот этих товарищей есть и смотрим ага надули 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 полетел полетел хочу понаблюдать так дирижабль первый второй пошел хе-хе-хе так надо это все дело запечатлеть вот так вот на фоне города на фоне города во пойдет ну и теперь от первого лица прям понаблюдать как это все дело будет происходить как это все дело будет происходить так опускается народ народ еще не прочухал наверное ну и ну и ну и смотрите на нем прям жк экраны офигеть офигеть ху-ху-ху-ху смотрите сколько бочек то нормальный ход так оттуда а ну а отсюда то откуда им братцы они же все из депо вылетают правильно Ага, первые посетители Кэтлин Блэквейл Высокообразованный пожилой Направляется домой Представьте, да, вот так вот Домой на дирижабле Ну-ка А что, места не хватило, что ли? Или она передумала? Наверное, по другому маршруту полетит Давайте за ней пронаблюдаем Да, судя по всему, вот уселась И полетела Некислый вот так колбасит В воздухе такие маневры Можно в штаны наделать Так, ладно, прикольно Да, полетела Свой стирлинг резиденс Полетела домой Кэтлин Или как ее там Так, что здесь? Что здесь случилось? Нормальной эксплуатации Недостаточно образованных работников Блин, ну, ребята И здесь у нас Полный оттаз Может, светофор все-таки поставить, а? Лучше не будет? Давайте-ка посмотрим Может, со светофором лучше будет? О! Так, остановились Стоят Поехали Причем, по-моему, со светофором пропускная способность Вашу шмашу Землетрясение с интенсивностью 2 и 3 К разрушению здания в районе эпицентра Пипец У нас здесь и вышка И весь этот Так, срочно Все убежища переводятся В режим эвакуации Так, прячьтесь, прячьтесь Господа Все прыгайте на дирижабли Самое безопасное место сейчас на дирижаблях Началось землетрясение Там пожары сразу, все Полный привет Ну, вроде я все меры принял Эвакуацию объявил Сейчас начнется Наша команда Потрясающее зрелище Не об этом сейчас надо думать Вот сейчас и будут первые жертвы Друзья Так, ну давайте уже мотать Что-ли время Побыстрее Ага Затрясло Затрясло Все, ушли здания Еще ушли здания Дорога разрушена Все без воды Все без... Жесть какая Недолго будет трясти Используйте инструмент Улучшения, чтобы восстановить дорогу Или снесите ее бульдозером Так, вот здесь что осталось теперь Так Погибло 1176 гаража Уничтожено 69 зданий Разрушено дорог Загоревшихся зданий Загоревшихся деревьев Вольер с лосями горит Да фиг с ним с этим вольером Блин, вот это, конечно Жесть полная Так Все, выпускаем всех из убежищ Убежище-то, я надеюсь, не разрушено Кстати, оно где-то здесь не... А, нет, вот оно Все, все без воды И не туды, и не сюды Так, а че они без воды-то Водопровод вроде Подведен А, вот ветка Так Дальше Инструмент улучшения дорог, да? И Так 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 Вот так Это мы восстановили Эти дороги, да? Здесь какие у нас были вообще Четырехполосные Так, здесь у нас была Шестиполосная Шестиполосная Простая Вот так Вот это с помощью Улучшений Восстанавливаем Так, дальше Вот здесь, кажется Была дорога Соединяла, да? А была какая? Четырех Давайте шестиполосную Сделаем Здесь все-таки Соединяются два этих Два района Это такая Артерия Артерия Так Все, с водой Проблема решена Здесь сейчас Спасатели будут Разгребать Ну и я, наверное, За кадром Буду это все Дело восстанавливать Потихонечку Так Готов к восстановлению Груда Груда досок Обгоревших Готов, говорит К восстановлению Вот это Катаклизм Первое Настоящее Трагическое Бедствие Нас Посетило С вами Катастрофа Да Кому-то не повезло Но природа Вещь такая Непредсказуемая Готов к восстановлению Так А где кнопка-то Восстановить Рынок Органических Продуктов Готова К восстановлению Ладно В общем Будем разбираться С этим всем Что здесь Без воды Осталось Да Действительно Без воды Осталось Вот так Будем разбираться С последствиями Уже За кадром Вот А на сегодня Все В принципе То что хотел Я Сделал Вот интересно Здесь Высокий уровень Преступности Все время На этой лесопилке А рядом Смотрите Полицейский участок Ну не парадокс ли А Все Всем удачи И всем всего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому